Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на международной промышленной выставке на промцентральной Азии. В эти дни мы работаем в Узбекистане, говорим об инновациях и новых точках развития промышленности. И у нас в гостях основатель, генеральный директор компании ком-инвестор Александр Халецкий. Добрый день. Добрый день. Как повлияло на стратегию развития предприятия и на линейку производимой продукции сегодняшняя ситуация, связанная с импортозамещением, с инстанционным давлением и самой благоприятной экономической обстановкой? Знаете, это, скажем так, как я сказал, стратегия импортозамещения и вот диверсификация была всегда. Это опять же все логика исходя из амбиции вот этого роста. Ну как же, мы были дистрибьюторами ведущих европейских компаний. Ну попробовали, получилось одно изделие, второе, третье, а потом тебе вдруг начинает, как бы, ну такая иллюзия создается, да, ты в принципе можешь все это делать. Зачем тебе покупать, да, надо здесь делать, на российском рынке. У нас есть очень, даже западные производители всегда отмечали, что у российских дилеров, дистрибьюторов, у них всегда такие, ну инжиниринговая направленность, да, даже вот когда мы, например, продавали там какой-то европейский продукт, мы всегда им подсказывали, как его доработать, да, в нужных для нас условиях эксплуатации, да, под российские условия, да. Вот, и этим мы всегда отличаемся, то есть если там какие-то западные дилеры, ну они берут готовый продукт, просто и продают, осуществляют сервис, то вот, наверное, российские, ну это, наверное, у нас, грубо говоря, на каком-то таком генном уровне, да, мы всегда что-то хотим дорабатывать, изобретать, делать. Перфекционизм в крови? Ну да, да, безусловно, да, но все это результат, понятно, скажем так, ну таких здоровых амбиций, да, которые хочется. Ты видишь этот качественный продукт, и в какой-то момент тебе кажется, что это действительно недосягаемый уровень, и ты можешь быть только дилером, но когда ты понимаешь, что, собственно, вот шаг за шагом ты достигаешь этого уровня, вот, тут главное только, скажем так, сделать вот этот вот прыжок необходимых инвестиционных затрат, которые тебе нужны для создания такого продукта. Потому что, конечно, одно дело делать опытный образец, а другое дело полностью оснастить производственную площадку, ты же должен взять инвестиционные риски на себя, там, да, любое там, любое оборудование окупается там 5-7 лет и больше, да, и ты в какой-то степени должен взять на себя риски на то, что у тебя будут покупать, что будет рынок, что будет бюджет для этих покупок, вот, и вот в этом плане, ну, как бы, это вот такие предпринимательские риски, но, к сожалению, там, в промышленности, вот, раньше не все шли на такие предпринимательские риски, очень многим было проще покупать, собирать, обслуживать, чем, вот, грубо говоря, в долгую инвестировать. Но мы, на мой взгляд, вот рискнули еще, там, в 14-м году, ну, в 12-м, когда приобрели вот эту производственную площадку Тосинский механический завод, дальше приняли решение инвестировать деньги в модернизацию, вот, у нас был инвестиционный проект со Сбербанком, вот, и, в общем-то, наши риски, они оправдались, теперь мы, в общем-то, способны производить продукцию по качеству не хуже, чем раньше была европейская. – А есть ли ниши на рынке, которые пока, вот, связанные с коммунальной и дорожной техникой, которые пока с трудом удается импортозаместить, или мы уже все сделали? – Смотрите, вот, сделали все, да, ну, я говорю про наш сегмент, да, это сегмент уборочной техники, это сегмент мусоровозящий, аэродромный и ремонтный, да, вот, вот я смело и с гордостью, наверное, могу сказать, что мы, там, закрываем всю линейку производственную, да, есть другая проблема, проблема так называемая, ну, чтобы выйти на более-менее серьезную серию, вот, производства, да, нужен оборотный капитал, там, желательно по нормальной процентной ставке, не как у нас, когда приходишь в банк, там, от 12 и выше и так далее, ну, это очень много для машины. – Сейчас же есть льготные кредиты для производственников? – Ну, они на бумаге-то есть, и в презентациях, и в программе, да, но когда приходишь в банк, к сожалению, либо у тебя залоговой массы не хватает, либо недостаточно собственного капитала, либо, там, условно, у тебя просела выручка, потому что последние три года, там, пандемия плюс СВО, ну, они дают, скажем так, свои плоды, то есть снижается постепенно объем рынка, как следствие выручки, и банк это видит, и, а для банка всегда же нужно показывать рост всех показателей по прибыли, по выручке, там, по, соответственно, контрактной базе, вот, и это проблема, то есть вот нужно, я считаю, все-таки какие-то для машиностроения нужно вырабатывать какие-то другие критерии финансирования, да, потому что, ну, банки – это строго регламентированные организации, да, они же подчиняются законам, там, нормативам Центробанка, но вот от Центробанка у них, по сути, все предприятия, они, ну, одни нормативы для всех отраслей одинаковые, но такого быть не может, потому что все-таки машиностроение – это, во-первых, производственный цикл, там, да, от полугода, там, ну, на простые изделия три месяца, на сложные – полгода и выше, вот, во-вторых, ну, очень большая система кооперации, компонентные базы, то есть, ну, это сложный процесс, сертификация, там, да, изделия любого, вот, опять же, если мы уже подходим к этой позиции с точки зрения заказчика, да, то это все закупки госзаказчиков регламентируются по 44-му и 223-му федеральному закону, вы знаете, это сам все очень сложный механизм, то есть тебе мало того, что нужно соответствовать техническому заданию, там, да, тебе нужно быть в реестре, там, российского производства, там, да, это целая процедура туда попасть, то есть, вот, тебе дальше нужно прийти в банк, доказать, что ты выполнишь этот контракт, получить банковскую гарантию, поучаствовать в конкурсе, там, конкурировать, не знаю, да. Целая история. Да, это целая история, это, то есть, ну, не самым простым, скажем так, не хочу жаловаться, но по факту так получается, как бы, да, но мы привыкли, вот, и я считаю, что мы, там, достигли, наверное, своего, как бы, пика в этом мастерстве, да, это, как бы, я называю, это такой, как бы, постоянный бег вперед, там, с какими-то препятствиями, да, вот, ну, надеюсь, что, там, мы как-то продвигаемся, не так быстро, может, как-то. Ну, он же тренирует разум и тело. Да, 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 то есть, и каждое новое препятствие, оно только усиливает нас, как бы, да, то есть. А вот вы сказали про инновационные подходы в разработке техники. Где вы берете инновации? Совместно с кем разрабатываете? И как потом внедряете? Насколько это сложно вообще в производственном процессе внедрить инновационный, очередной инновационный подход? Знаете, ну, вот, когда у тебя набирается уже какой-то опыт, да, это сложно, когда ты только встаешь на этот путь, ты набиваешь свои, что называется, там, ошибки, но тем самым у тебя появляется опыт, да, и если сначала, там, применение, там, соответствующих, там, я не знаю, там, сталей, там, материалов, то есть, комплектующих, там, может быть, в чем-то тебе хочется сэкономить, все, а потом, когда начинаешь анализировать какие-то, вот, лучшие мировые образцы, и ты понимаешь, что, ну, вот, не просто так, там, да, вот, там, допустим, там, металл определенной толщины, там, или высококаллигированная сталь, или такая-то гидравлика применяется, все. И вот в этом плане нам большую пользу сыграло на то, что мы все-таки были дистрибьюторы европейского оборудования, да? Качественного. Да, мы, то есть, по сути, вот, обслуживая эту технику, поставляя, собирая, мы переняли вот эти вот все лучшие традиции вот этого, как бы, европейского мирового опыта, да, и, надо сказать, этот опыт, там, формировался, там, поколениями, то есть, это, там, 50 лет, там, бывают компании по 100 лет, там, в четвертом поколении ими владеют, управляют и так далее. Но, правда, в последнее время семейные компании все скупают такие финансо-промышленные компании, вот, а у нас история, как бы, российская, она другая, как бы, да, нам вот за этот короткий промежуток времени, вот, когда был объявлен тренд на импортозамещение, ну, скажем, да, там, с 14-го года, да, нам пришлось проделать вот весь этот путь, там, длиной, там, ну, скажем, там, 9 лет, там, да, которые там предприятия проходили, там, за, там, 20 и более лет, вот, и в этом, при этом не отрываясь от серийного производства. Ну, то есть, это такое, это прям вызов достаточно серьезный интенсивная работа, при этом, при нашей стоимости денег, при наших постоянно этих обстоятельствах, там, да, ну, там, они, конечно, в чем-то и мировые, но, тем не менее, все равно. Одно дело, когда компания, там, обладает дешевым финансированием и может вот эти вот периоды турбулентности как-то сглаживать за счет вот этого банковского финансирования, а другое дело, когда тебе, там, банкам нужно доказывать прям каждый проект, что, там, он действительно экономически выгоден, сообразен и дайте нам финансирование, да, то есть, это и под дорогую ставку еще не факт, что возьмешь. Ну, в общем, вот, у нас есть свой такой вот, как бы, опыт, скажем, прохождения таких сложных ситуаций разных, вот, но, опять же, говорю, это наше преимущество, да, потому что, вот, сейчас в мире такой нестабильности, там, логистики, поставок, финансирования и так далее, ну, мы настолько научились, вот, справляться с любыми сложностями, что, честно говоря, я уже думаешь, а что еще хуже может быть, справимся, не проблема, да, главное, ну, понимаете, но сейчас вот встает вопрос доращивания своих средних предприятий, вот, допустим, на пространстве СНГ, да, но доращивать можно только протекционистскими мерами, то есть вот у тебя есть изделия, ну, ты вот пока будешь участвовать во всех конкурсах, там, по 44-му, там, ФЗ, вот, ну, ты потеряешь просто часть рынка, ну, во-первых, никого не... А как надо тогда? Надо, надо размещать просто целевые заказы, надо консолидировать заказы в регионах, в странах, да, надо его немножко поддержать, дать финансирование с одной стороны, с другой стороны дать заказ, да, пусть, там, кстати, это и более эффективно в масштабах государства, потому что, ну, во-первых, как только у тебя появляется серийная загрузка, равномерное предприятие, да, у тебя сразу и себестоимость падает изделия, да, вот, то есть это в масштабах государства это выгоднее становится, и мне кажется, к этому, ну, все-таки наши, там, регуляторы, они к этому приходят, вот, ну, просто я понимаю их прекрасно, они так долго создавали вот эту вот, скажем, конкурентную среду, и так долго создавали вот эту вот законодательную базу, вот, нормирование вот этой конкурентной среды и торгов, что вот так вот взять просто и отказаться и сказать, а вот теперь у нас планирование, ну, это очень сложно, да, но надо как-то донастраивать эту систему, да, вот у меня, например, была такая идея, вот, 44 ФЗ, там же ведь единственный критерий, это минимальная цена, там, срок поставки и возможность профинансировать в данном, Ну, и соответственно, технического задания. Да, и получается, что тебя ставят в неравные ситуации, вот, предприятие, которое стремится делать качественный продукт, тем самым, ну, он, конечно, безусловно, чуть более дорогой, там, потому что он опциональный, как я сказал уже, качественный материал применяется, но тебя ставят в неравные условия с теми предприятиями, которые, я не знаю, там, 20 лет без изменения производят, там, морально устаревшую продукцию, вот, соответственно, ну, надо какую-то категорийность, наверное, продуктов, там, да, вот в том же, например, 616-м постановлении, где вся российская продукция, да, и которым руководствуются вот все заказчики, госзаказчики, да, можно, например, там, ввести понятие категорийности продукта, да, продукты, там, низшие, средние, высшие категории, другое дело, как это определять? Первый, второй сорт? Ну, допустим, да, но если региональной заказчику не нужна качественная техника, да, но пусть он объявляет на продукцию, там, например, с более низшими качественными параметрами, более размытыми, да, а, например, крупные города, во-первых, это поможет и городам, потому что зачастую они хотят купить качественную продукцию, но как только они завышают технические требования законно, да, потому что им это надо для эксплуатации, город, это же не поселок, там, не какой-то провинциальный небольшой город, да, где не такие требования, как только начинают завышать, получается, ограничение конкуренции, да, вот, по законодательности, да, любой может пожаловаться, да, вот, а вот вы эксклюзивно под определенного поставщика прописали эту опцию, да, ну, а что мне делать, если только я ее произвожу, эту опцию, я доказал, что она реально эффективная и нужная, да, ну, вот, получается, здесь такая какая-то недоработка, ну, вот, и очень важно, чтобы, вот, когда выявляются такие, как бы, моменты, которые надо дорабатывать, да, чтобы регулятор, ну, наверное, в лице Минпромторга как-то поддерживать инициативы и вот быстро, там, там, Минэкономразвитие, там, через, соответственно, законодательные органы, чтобы они меняли это, донастраивали, у нас нет времени ждать, там, пока, там, пройдет какая-то сессия, пока вынесут вопрос и так далее. Мне кажется, сейчас время, когда нужно, вот, очень быстро принимать решения, да, и тогда мы можем создать вообще идеальную, вот, вообще, конструкцию, вот эту вот среду закупочную, да, где ценится качество, и тогда и производители, они будут стремиться попасть в сегмент высшей категории, допустим, да, и довести свой продукт, ну, потому что, чего говорить, что если у тебя продукт более качественный, соответственно, добавленная стоимость больше, да, то есть для тебя это некая высшая лига, куда ты можешь зайти и свой эксклюзивный продукт продать дороже и заработать, но для заказчика это тоже выгоднее, потому что, ну, если уже, там, монетизировать, посчитать стоимость жизни эксплуатации того или иного продукта, он окажется дешевле, вот, исходя из, там, того же коэффициента выхода на линии, опции, то, что, может быть, ему не надо приобретать, там, две какие-то более дешевые машины, а он в одной машине все эти опции может реализовать. Словом, нужно достраивать конкурентную среду, и тогда у нас все будет. Да, вот, на мой взгляд, да, так и надо делать. Спасибо. Да. У нас в студии был основатель и генеральный директор компании ComInvest Александр Халецкий. Спасибо. 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 Спасибо.